Под крыльями двуглавого орла Вызывая чувства Вся выставка, представленная в зале С историей России связана навек Здесь равнодушными останетесь едва ли Прервав из вечной суетности бег Есть в экспонатах этих уникальность В них целая эпоха отразилась Определенная ее мемориальность В дань уважения к России превратилась Карта империи времен Екатерины Масштаб величия Отечества хранит Победоносные на ней отмечены картины Смысл исторический, их полностью открыт Всегда хранима Богом Русь святая Не разделить ее врагам, не покорить И все, кто полюбил ее от края и до края Должен историю и помнить, и творить Универсальный трансформирующийся стол Краснодеревец гениально изготовил Искусством мебельным фурор он произвел И этим славу для себя предуготовил С невиданным размахом производства Сумел в германском Нойвуде создать Которое в Европе не имело сходства И филиалов сетью даже стало обладать Затем для короля французского в Париже Ренген работал, был его поставщиком любимым Оставив Рококо, он к классике стал ближе Предпринимателем при этом был неутомимым Привез он лично ко двору самой Екатерины Изделий партию своих в Санкт-Петербург В ней были столики из светло-желтой древесины За ними проводила государыня Досуг Оба стола на выставке представленных Имеют больше сходства, чем различеств Наследие особ весьма прославленных Российских императорских величеств Есть этикетка на одном из Эрмитажа Второй из Павловска дворца коллекции Первый постигла в жизни распродажа Но он вернулся словно для аудиенции Внешность столов предельно лаконична Являя Серенгина приемом характерным Их пропорциональность эстетична И поражает качеством неимоверным Изящество и благородство перебавляют Им украшения из бронзы золоченой Как полотенца ручки ящиков свисают Поверхность ножек с полосой рифленой Под выдвижной столешницей скрывается Мольберт для рисования складной За дверцей, что на ключик закрывается Есть ящички с системой потайной Вдобавок в специальном углублении В столе находится и зеркало секретное Можно представить в этом отражении Лицо самой императрицы, чуть заметное Два ящика под шторкой по бокам Есть для хранения различных принадлежностей Их содержимое доступно женщине рукам Ведь хрупкость требует особых нежностей Этот наполненный секретами шедевр Нередко называют «маленькое чудо» Он уникальный трансформацией пример Словно затейливая инженерная причуда Здесь фонировка красным пламенем сияет Накладки бронзы и позолоченной горят Надстройка балюстрадой привлекает А вместе все они о роскоши предмета говорят Бюро сработано в традиции классической Со строгой формой и солидным силуэтом А за массивной крышкой цилиндрической Доска для начертания и ящики с секретом И Йоганн Фрост бюро шикарно исполнил В Париже вместе с Ренкиным трудился Плеяду мастеров немецких он дополнил Средь мебельщиков лучших находился Это бюро является теперь всего вторым Из всех известных мастера предметов Что сделало его шедевром мировым В единый перечень поставив раритетов Изящество часов с тончайшей проработкой Присутствующей в каждом элементе Является великолепной Ренгена находкой Застывшей в точном кабинетном монументе Архитектурность них от классики высокой Фасад имеет золоченые колонны Карниза профиль с геометрией глубокой А сверху балюстрада и точеные вазоны Изысканный рисунок древесины впечатляет Как волшебство тропических лесов Масонский инструмент конструкцию венчает Один из символов загадочных цехов Швейцарский механизм в часы поставил Немецкий мастер в Петербурге живший На циферблате из фарфора подпись он оставил Создание блестящего шедевра завершивший Античные фигуры гебы с ганимедом Стоят на пьедесталах канделябров Процесс старения обоим был неведом Богам-податели амброзий и нектаров Из мифов Древней Греции явились В эпоху эллинов им храмы посвящались В классической культуре чтились Во многих ипостасях воплощались На треугольном постаменте Зевс На каждой стороне по маскарону Олимпа царь и древних королевств Отцом является для гебы по закону На львиных лапах пьедесталы их стоят Над небольшой колонной три рожка Все канделябры золотом блестят Но автор неизвестен нам пока Клод Галь Автор этих кувшинов ВАЗ Французский бронзовщик Весьма известный Его модель была повторена не раз Как классики Образчик столь прелестный На ручках их крылатых девушек фигуры Напоминающих мифологических наяд На золоченом поясе Из бронзы есть амуры А также множество танцующих минат Изяществом кувшины вазы Отличаются Собой дворцовой украшая интерьер И здесь на выставке По праву размещаются Любовь являя ко всему французскому пример Комод краснодеревный Лаконично строг Массивный вид его Весьма монументален Как мебельный предмет Вполне функционален Поскольку внутренний объем Его глубок Он также качество Отменно имеет И небольшие бронзы Золоченые украшения И все нюансы экспоната Данного происхождения По ним определить Специалист сумеет Он изготовлен в Гамсе Знаменитой мастерской Что высочайшему двору Служил как поставщик А Бергенфельд Был компаньон и бронзовщик Когда на Невском Магазин завел он свой Так ручки Что на ящиках Мы можем наблюдать Есть на бюро Которое хранится в Эрмитаже И на комоде Египтяна головы Здесь так же Что в мебели ампирной Так любили применять В часах каминных Есть фигура Аллегории учения Два ангела И головы Античных мудрецов А также стопка книг Что говорит без лишних слов О поклонении Создателей культуре Из эпохи просвещения Великолепнейший Столярного искусства Образец Высокой классики В нем пропорциональность Видна краснодеревца Профессиональность В фигуре деревянной Мастера искуснейший резец В своей работе Он стремился Сымитировать литье Что вместе с Патиной Успешно получилось Ведь ошибиться Не единожды случилось Тем, кто высказывать Пытался о фигуре Мнение свое Вид древесины Выбран автором Конечно, не случайно Он необычен Редок И изысканно красив Напоминает По текстуре Мрамора массив А также гармоничен Со скульптурой Кап Необычайно Шедевр Боровиковского Представлен нам В гравюре Портрет Великой государыни Екатерины Раскрылся гений Живописца в нем Как в увертюре И сразу Сентиментализм Вошел в его картины Императрица Изображена На склоне лет С левреткой В парке Царского села Она гуляет Парадной Чопорности На картине Совершенно Этой нет Екатерина Опершись на трость Природу Созерцает Все Одеяние Ее Подчеркнуто Неофициально Шлафрок Из Кашемира Кружевом Украшен Богиня Стала вдруг Помещицей Казанской Моментально Образ Который Был ей Лично На себя Прилажен Гравюра Уткиным Гораздо Позже Создавалась С картины Что была Румянцевым Заказана В романе Пушкина Подробным Образом Она Упоминалась Царица Человечность Там Показана Особенность Комода Небольшого В изгибах Корпуса Где Линии Нет Прямых Что Требует Искусство Непростого Рукмастера Как говорится Золотых Французский Элегантный Стиль Был в Петербурге Модным Чрезвычайно Еще Самим Петром За много Миль Он из Европы Привезен Сюда Специально Его Округлые Пузатые Фасады В наборе Нежном Утопают Мозаичным В котором Ленты Вьются Как рулады И завитки Как будто В танце Мелодичном Комоду Этому Две С половиной Сотни Лет О чем Свидетельствуют Многие Детали Где Позолоты Лишь едва Заметен След Но Перестал Он Чудом Быть Едва Ле В Акханке В танце Поднимают Руки Держа Над головою Жезл Славы Рашки Волторны Гимны Гимны Исполняют Трубят Они Победу В честь Державы Победа Русской Армии В войне В произведениях Искусства Отразилась И Дипнером Заслуженно Вполне Литая Бронза По золотую Покрылась Исполнил Канделябры В Петербурге Известный Бронзовщик Придворный Изящнейшие Женские Фигурки Еще один Его шедевр Бесспорный В них Не прикрытая Ничем Античность Как новой Чистой Жизни Торжество И Олицетворяя Поэтичность Хранят в себе Искусство Волшебство Великий Князь Представлен На портрете Здесь Александр Очень молод Даже Грациозен Но Взгляд И жест Его Уже Амбициозен Хотя Претензии На трон Пока Еще В проекте Поскольку Автор Остается Неизвестным На аналогии Эксперты Опираются Похожие Черты Всегда Найти Стараются Считая Способ Для Определения Уместным По многим Признакам И косвенным И явным Искусствоведы Вместе К выводу Пришли Стилистику Вежелебрен В мазках Нашли Но Сей портрет Не отнесли К ее Работам Славным Стол Посвященный Заключению Мира Между Империей Российской И Османской Где Символы Войны Еще до Появления Ампира Есть С полумесяцем С хоругвью Христианской Аллегорическая Композиция Стола Исполнена Цветных Дерев Набором А также С четкой Геометрией Конва Внутри Поверности С отточенным Узором И древесина Выразительных Пород В нем Сочетается С травлением Различным Что применялся Как эффектный Ход С великолепным Результатом Фееричным Количество Огромной Деталей Ритмичность Гармоничная Гирлянд Неподражаемость Его горизонтали Будто Ковер Восточный Завораживает Взгляд Фигуры Нимф В произведениях Искусства Невероятно Популярны Были Их Как души Природы Воплощения И чувства Художники И скульпторы Любили Есть Борельеф И Ники На массивных Педесталах Танцующие Нимфы Опираются На шар Ногой На ярких Крупных И шикарных Канделябрах Рожки Из вас Спускаются У них Над головой Великолепный Мастер Бронзовщик Тамир Величественной Композиции Создатель Собою Францию Прославил На весь мир А в моде Классики Он был Законодатель Свободой Пластики Чеканки Мастерством Тамир В своих Творениях Впечатляет Всегда Исполнены С невероятным Торжеством Что духу Времени Всецело Отвечает Павел Петрович Император Всероссийский В парадной Форме Восседает На коне И самодержец И магистр Великий Он Мальтийский Можно сказать Что счастлив Был Вполне Большую часть Картины Занимает Небо В тучах Но лучик Солнечный Меж ними Пробивается И как в традициях Аллегоричных Лучших Лицо У Павла Ими будто Славой Освещается Джон Джон Аткинсон Приемным Сыном Для Окера Являлся Исполнив По заказу Павла Очевидно Сей портрет Жизнью Российской Живо Он Интересовался Писал О нравах И обычаях Картины Много лет Создал Боровиковский Гениальный Нежнейший Чистый Образ На портрете Где Лишь 16 лет Елизавете И жизнь Как Сладкий Сон Казалась Идеальной Недавно Став Счастливой Женой Наследника Российского Престола И величается Она Великую Княжной И может Реверансы Принимать До пола Полон Наивности Глаз Юных Взгляд И Ангельской Невинности Прелестной Они Мечты Прекрасные Хранят А жизни Будущей Огромной Неизвестной Миниатюрный И изящный Столик С набором Ярких Из дерев Цветных Ему Название Народ Придумал Бобик На плод Похож Культур Он Овощных Французской Моди Дань Отдав Всемерно В России Сразу И его Форма Полюбилась И мастерами Целое Столетие Примерно В различных Стилях Воспроизводилась Здесь же Столешницу Картины Украшает Из завитков С вазоном Кружевная Все Закругления Ее Послушно Огибает Латунная Решетка Пропильная Рисунок Из пород Плодовых Сложен А палисандр Темный Служит Фоном Счет Вариантов Разных Невозможен Пластинок Тонких Что Зовутся Шпоном На канделябрах Этих Женские Фигуры Они Стоят На шаре Словно Ботанцуют Из Древнегреческой Пришедшей Культуры Руки Движением Как будто Сулитуют Как символ Жизни Из корзины Вырастают Рожки В виде Растительных Побегов Приверженность Они Отображают К времен Античных Полюбившихся Пальметов Быть может Терпсихорой Вдохновленный Французский Мастер Пьер Шибу Их Создавал Прекрасный Образ Им Произведенный Спустя Столетия Нас Восхищать Не Перестал Глухонемой Художник Карл Гампельн Исполнил Николая Цесаревича Портрет На нем Горцует Князь Великий На коне Возглавив На картине Атакующий Сюжет Глаза Полны Мечтательности Юной В них Груза Нет От государственных Забот Еще Прильщен Он Переменчивой Фортуной И тень Сомнений Сомнений В его Сердце Не Живет Горячий Конь Под ним И пылок И прекрасен Желает Хоть сейчас Во весь Опор Лететь Но Волей Седока Он Полностью Подвластен Надеясь Как и всадник В жизни Все Успеть Стол Ломберный С наборной Розеткой На крышке Как большой Раскрытый Зонт Периметр С геометрической Разметкой Из светлых Создан Многочисленных Пород Внутри Стола Сукна Квадрат Зеленый Служивший Полем Давних Карточных Страстей Декоративной Рамкою Наборной Окаемленный Что Привлекает Нас Контрастностью Своей Автор Стола Игрального Определенно Высоким Мастерством И вкусом Обладал Известно Что В те времена Традиционно Такой Орнамент Мастер Мэйер Применял Стола Изысканный Рисунок Благородный Краснодеревщик Сей Придворный Мог Создать Его Вельможа Или Дворянин Высокородный Изволил Именно В Санкт-Петербурге Заказать Изящнейшие Редкие Скульптуры По дереву Резьба В стиле Барокко Античных Путти Детские Фигуры Что Раковину Поднимают Вверх Высоко Исполнил Их Венецианский Мастер Искусством Восхищенной Ренессанса Придав Им Динамический Характер С искусным Восприятием Пространства Реалистичны Путти Здесь Настолько Что Кажется Они Тотчас же Оживут И Не меняя Выражений Лиц Нисколько Тельца Мальчишек Золотые Убегут Подобных Композиций Не встречается В музеях Петербурга Современных От этого Их ценность Повышается И ставит В ряд Шедевров Полноценных Предметы Эти Под названием Банкетки Известны Во всем мире С давних пор Меньше Скамьи Они Но больше Табуретки Весьма Различен Может быть Декор Стилистика Времен Елизаветы Проявилась В банкетках Что сегодня Перед нами В одной из них Даже обивка Сохранилась Лишь потускнев Немножечко С годами Есть мнение Что их Функциональность Теряется Из-за Излишних Габаритов Присутствует В них Нарочито Театральность И это Часть Старинных Реквизитов Здесь Раковин Рокаль Барокко Пышность Гирлянды Из папье-маше Цветочные Висят Но есть В периоде Создания Банкеток И подвижность Которые В скором Времени Уже Определят Во времена Правления Павла При дворе В моду Изящные Сервизы Чайные Входили На императорском Заводе Их Производили И по-французски Называли Дежене Немало В Павловске Таких Комплектов Было В парадных Интерьерах Да и в комнатах Жилых И солитер Для одного И тет-а-тет Что на двоих Мария Федоровна Их особенно Любила Представленный Сервиз Из павильона Рос Недавно Целостность Его восстановили Утраченный Молочник Для музея Подарили Найти Который Меценатам Удалось Изысканная Ваза Подлинный Шедевр Санкт-Петербургского Стеклянного Завода Где Мастерство Оттачивалось Год от Года Таланта Виртуозного Примера В ней Яркость Цвета Все определяет Восторгов Вызывает Большинство Она почти Как неземное Волшебство А сочетание С позолотой Изумляет Чеканкой бронзы Взгляд к себе Манит Алмазной Гранью Безупречный Поражает Эскизы Роси Рождение Дворцов Позолота Вензеля Прекрасному Исполнен Мария Федоровна Здесь В расцвете лет Высокий Утонченный Классицизм Отображен Почти Как Эталонность Видна Во взгляде Одухотворенность И наивысший Аристократизм Нить Жемчуга В прическу Вплетена Что Ее Образ Безусловно Оживляет Задумку Лампи В целом Повторяет И лишь Корона Не изображена Как Столик Бобик Стал известен Он в России Имел По форме Прозвище Своё Из Франции Диковинку Моэту Получили Определявший Тогда моды Бытие Рисунок Здесь Наборный Превосходен С округлостью Изящных Завитков Весь Утонченный Его Облик Благороден В изысканной Работе Мастеров Усиливает О предмете Впечатления Опор Его Оригинальнейший Ажур Словно Растений В них Переплетение Природы Побеждающей Тужур Краснодеревщик Русский Неизвестный Во времена Далекие Екатерины Сработал Этот стол Прелестный Познав Искусство Своего Вершины Так же Как принято В традиции Восточной Несет здесь Женщина Свой Груз На голове Видна Уверенность В ее Фигуре Сочной И Грациозность Будто В высшем Божестве Мотивы Древнего Египта Были Очень Популярны Во времена Ампира И в Европе И в России И эти Елизаветы Алексеевны Портрета Облачена Императрица Как от Кутюрье Воспламеняя Душу Юного Поэта Она Нежна Словно Цветы Что в Вазе Рядом Античной Грациозности Полна Пленяет Зрителей Своим Сердечным Взглядом Но Счастья В них Не Плещется Волна Портрет Двойной Создал Художник Ловко Одновременно В профиль И в Анфас Чуть Затеняет Отражение Драпировка Не в силах Ее Кротость Скрыть От нас Стол Крохотный Для разных Рукоделей На гнутых Ножках С наборной Доской Один из самых Утонченных Он изделий Что можно Нынче Видеть Пред собой Набор Из дерева Предельно Лаконичен Игрой Волокон Занимает Взгляд Изящной Формой Очень Эстетичен Умельцы Были уже Много лет Назад Во внутреннем Объеме Есть Ячейки Катушки Нитки Иглы Там Хранились За ним Быть может Шили Златошвейки Или Сестрицы Как у Пушкина Трудились Из середины Восемнадцатого Века В себе Загадки Этот стол Хранит Но их Раскроет Лишь для Человека Которому Сам Соб Соб Лаговолит Здесь Император Павел При параде Лейб Гвардии Полка На нем Мундир Он Как Преображенцев Бригадир Не раз Представлен Был Заток Награде Андрея Первозванного Звезда И Анны Первой степени Сияет Мальтийский Крест Из золота Блистает Венец Его Неоднозначного Труда Портрет Считают Наиболее Удачным Его художник Жан-Луи Вуаль Создал С кусочком Неба Он Полупрозрачным Не предвещающим Трагический Финал Гравюру Джеймс Уокер Создал По лампи Произведению Который Написал Эту известную Картину Стремясь В ней К братской Дружбы Олицетворению Он Александру Посвятил Ее И Константину Конечный Грандиозный Результат Художника Трудов Возможно Нам Увидеть Нынче В Эрмитаже На полотне Воспета Двух Князей Великих Братская Любовь Стоящая Единодушие Семьи На страже Портрет Большой Лампи Писал Еще Во времена Екатерины Гравюру Император Павел Заказал Создав Практически Уменьшенную Копию Картины Все мастерство Свое Уокер Этим Показал Стол Ломберный С набором Паркетри Его рисунок Из квадратов Сложен Сукно Зеленое Находится Внутри И видно Если только Стол Разложен Покрыли Все поверхности Стола Кусочки Розовой По цвету Древесины Объем Текстуры Их создать Смогла А в центре Маркетри Как имитация Картины На ней Архитектура Перспектива А также Сцена Жизни Городской Видны В рисунке Элементы Примитива Он будто Детской Выполнен Рукой Но не нарушив Облик Элегантный Стола Игрального С изгибом Тонких Ног В него Добавив Антураж Приятный Оригинальным Стать ему Помог Императрица На портрете Настоящая Матрона Екатерина В облачении Парадном Предстает На голове Сияет Бриллиантами Корона Торжественность Цепь Орденская Предает В прическе Строгой Седина Уже видна Покрыты Ее плечи Мантии Роскошной Художникам Уважным Государоня Изображена Своей Величиной Позе Непреложной Малоизвестный Автор Был весьма Талантлив Окончил Академию Художеств Вслед за Братом К плеяде Русских Мастеров Себя Добавив Что Подтверждается Представленным Портретом Комодец Небольшой Оклеен Сплошь Картина С Изображением Твери Глядя на них Вдруг Понимать Перестаешь Снаружи Панорамы Ты Или Внутри Настолько Потрясает Мастерством Краснодеревца Уникальное Творение Что Радости Наполнив Веществом Рождается В душе Стихотворение Кремля Подношение Создавший Мецената Меценат И в России Появились И с ними Место Чудесам Возможным Стало Так Кресла Исторической Коллекции Что Созданы Поворонихина Эскизом Зал Вновь Украсят Царской Резиденции Факт Возвращения Их Для музея Стал Сюрпризом Здесь Отложив Свои Орудия Любви Амур Карандашом Или Пером Рисует И что-то Грацией На ушко Он воркует Быть может Планы Ей Он ведает Свои Часы Амур Художник Перед Нами Что В мастерской Девербери Изготовлялись Они Всецело В стиль Ампиров Писались Но необычны И сюжетом И чертами Великолепны Качеством Литья И позолоты Дополнены Точнейшим Механизмом Просто Блистают Утонченным Эстетизмом Как все Известные Бронзовщика Работы Из знаменитой Мастерской Столярной Что Генрих Гампс Открыл В Санкт-Петербурге Немало Вышло Мебели Шикарной Заказанной Для Павла Первого Супруги И этот Секретер Великолепный Больше Ста лет В ее Покоях Находился Но Продан Был Еще В период Предвоенный И лишь Недавно В Павловск Возвратился В нем Есть Классического Стиля Строгость А также Сдержанность И благородное Изящество Детали корпуса Подчеркивают Стройность И неизменное Для всех Изделий Гампса Качество Подобный Дар Практически Бесценный Способствует Коллекции Музея Возрождению Пример Для действий Меценатов Несомненный К старой Традиции Российской Пробуждению Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова